Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня я хочу поговорить с вами на такой же вот трепещущий вопрос, как причины периодичности плодоношения у яблонь и груш. Почему урожай бывает не каждый год, особенно в старых садах? То есть мы считали, что это нормально. Год есть, год нет. Яблочный год и неудачный год. Так в чем же причина? Сейчас мы хотим иметь урожай яблок ежегодно. И в большинстве случаев так и происходит. Но в некоторых наши зрители, наши подписчики жалуются, что яблоки либо есть, либо нет. Год хороший, год неудачный. В каких случаях это бывает? И сейчас мы с вами разберем несколько причин по возрастающей, от наименее распространенной. Итак, это может быть влияние погоды, климата. В отдельные суровые зимы цветочные почки могут быть повреждены. Особенно это касается сортов южных, теплолюбивых, у которых зимостойкость невысокая. Повреждение цветковых почек приводит к тому, что растения могут даже не зацвести. Листья распустятся, но вот бутоны не выйдут. Они так и останутся несформированными, маленькими черными смольщинами и опадут. Конечно, чаще это можно встретить у вишни-черешни. Вторая причина – это возвратные весенние заморозки. Сколько бывает, когда яблоня зацветает и вдруг резкое понижение температуры. Лепестки подмерзают, подмерзают пестики и зависть. Зависть плодовых культур очень чувствительна к низким температурам. Повреждение наступает уже при минус одном градусе. А если температура опускается до минус двух, минус трех, зависть гибнет однозначно. Конечно, в чем-то спасает тот факт, что цветки у яблони и груши распускаются неравномерно. Сначала центральный цветочек царский, затем все остальные. Однако бывает, перед такой холодной погодой задерживается. Зависть повреждается очень сильно, осыпается, и мы без урожая. Третья причина – засилье такого вредителя, как цветает обыкновенный. Этот маленький жучок, расплодившись в отдельные годы, способен погубить до 90% всех цветков на дереве. Это обычно случается в старых запущенных садах, в товариществах, где никаких защитных мероприятий не проводится в принципе. И каждые несколько лет наблюдается вспышка численности этого вредителя, из-за чего мы видим, что растение распускается, бутончики выходят, потом они засыхают. Снимаем колпачок из засохших лепестков, а там личинка, либо куколка, цветоеда. Но это все причины наименее распространенные, хотя и вероятные. Самой частой причиной отсутствия урожая на яблонях и грушах являются их генетические особенности. Периодичность плодоношения наиболее характерна для старинных сортов, таких как антоновка, белый налив, штрейфлинг, боровинка, коричневая полосатая, либо грушовка. Это их естественная генетическая особенность в том, чтобы плодоносить через год. Этому также способствует именно периодичность и тот факт, что многие старинные сорта склонны к перегрузке урожаем. Закладывается какой-то год огромное количество цветков, завязывается огромное количество яблок, на развитие которых дерево тратит все свои силы. И оно просто не может на следующий год заложить новые цветковые почки. Ему нужно силой, время отдохнуть, собраться и заложить их уже на следующий год. Некоторые сорта, которые созданы уже в 20 веке, до 60-70-х годов, получили от своих предков, а именно вот этих старинных сортов, вот эту склонность к периодичности. Например, белорусский сорт шаровницы. С возрастом у него эта периодичность проявляется очень сильно. Современные сорта таких качеств лишены начисто. Повторюсь, поскольку периодичность это генетическое свойство, то ученые-селекционеры смогли вывести сорта, которые плодоносят ежегодно. Еще одним фактором, который влияет на периодичность плодоношения, является подвой, который используется. Сильнорослые подвои, семенные подвои способствуют тому, что растения склонны к перегрузке урожаем. И как следствие, как я уже говорила, они истощаются. Слишком много расходует сил на выращивание урожая, который часто недоразвивается до нужных размеров, вместо того, чтобы заложить цветки на будущий год. Поэтому, чтобы уменьшить периодичность у тех сортов, которые старинные, либо современные, но уже немножко устаревшие, можно использовать несколько приемов. Первое. Это обрезка. Обрезка – это не только формирование кроны, но еще и регуляция нагрузки урожаем. Удаляя вместе с ветками часть цветковых почек, мы не даем растению перерасходовать свои силы. И оно их расходует очень экономно. Второй момент – это использование карликовых, полукарликовых подвоев. Даже такие сорта, как антоновка и белый налив, будучи привитыми на карлики, при грамотном уходе и поливе, и обрезке, они способны закладывать урожай практически ежегодно. Хотя по объемам эти урожаи будут немножко отличаться. Когда-то будет очень хорошо, когда-то где-то на крепкую троечку. Но вы всегда будете с антоновкой и белым наливом. Поэтому выбирайте хорошие сорта, современные, ухаживайте за ними правильно. Не позволяйте вредителям съедать ваш будущий урожай. Обрезайте, поддерживайте свое растение, и у вас урожай будет ежегодно, независимо от того, какой это сорт. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова